Во-первых, задать себе вопрос, зачем? Честно ответить на него, даже если это похудение, к примеру, корпоративу или обидное слово, кем-то сказанное, засевшее вас в голове. И составить план, придерживаться его, составить его грамотно, изучая литературу, вдохновляясь кем-то. Для этого помогают нам наши соцсети. Можно выбрать себе в качестве мотивации кинозвезду, олимпийского чемпиона, свою подругу, друга. На самом деле, свои близкие – это даже лучший мотиватор, так как это реальный человек, без фильтров, без фотошопов. Это будет также классной, вдохновляющей изюминкой для того, чтобы начать. Также изучать литературу. Сейчас все доступно, не стесняйтесь спрашивать о дипломах, о сертификатах. Обязательно интересуйтесь профессиональным тренера, к которому вы обращаетесь, либо информация, которую вы черпаете, чем она подпитана. Есть ли действительно какие-то исследования научные, потому что сейчас очень много информации, и не всегда она действительно верная и правильная, которая позволит вам именно в здоровом формате отнестись к фитнес-тренировкам и занятию спортом. Также комплексно к этому подходите. То есть это не только спорт, это и питание, это и сон, и восстановление. Все это в комплексе зарядит и выстроит нас в нужный поток, нужное русло, и все эти маленькие-маленькие зернышки прорастут в дерево жизни.